Это было специально. Это было специально. Мы объясняем, рассказываем, что мы, конечно, не федератрия, не покажем. Мы и камень, наверное, пришел на налог, и мы, наверное, 148 человек, и они, наверное, не пришли. Это нам не пришло, да? Так что, подтвердим на нашего налога достаточно. Скажите, пожалуйста, вот само правительство в Московской области вы до него достучали, и они сами начали какие-то шаги принимать? Я вам скажу, что губернатор принял решение. Сам вопрос, что это было? Это был 16-й год. Ну, только вы все. Мы в этом году предложили взять Невоемочке федерации Московской области и возьмем на себя проект реализации шахматных штук. Ну, соответственно, если бы образование непонятно. Она только поддержала, дала учения. Вот. Проект очень сложный, действительно сложный. Поэтому в начале были какие-то у нас обсуждения с местностью оборудования, но потом все расстроилось, навалилось, и, в общем-то, у нас все уже так. А какие проблемы есть в материале? Сегодня нет. Сегодня нет. Материальные проблемы мы никогда не видим. Тут доска до часы. Да, до часы до часы. Даже часы до часы, пока первого класса не будет. Поэтому никаких проблем не будет. Все это решать. Главное, что есть одобрение. И нам помогает процесс образования в Московской области. И также выезжаю сейчас в празднование главами, сменами городов. Это вы выезжаете? Во что держать? Я лично выезжаю сейчас. Да, и мои коллеги выезжают. В общем-то, мы видим только понимание. Мы имеем помощь. Какой-нибудь министр, будем провалить? Областного, давайте. Будем провалить Терешков, Роман Игоревич? Да, это министр нескольких. Терешков, Роман Игоревич. Терешков. Роман Игоревич. Обязательно. Конечно, он помогает, он много хороших людей, в том числе, мы с вами обсуждали о включении шансов. Ага. 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 Вы тогда забыли отмечаете, вот здесь. Ну, конечно, из-под основания на Харова. Ну, только сейчас в Чисткане огнешие, хочется отмечать, здесь в лице губернатора Гандрахманова. У Доргового, и Чехлонжа по этой курьей вот этих проезд. Иголова. Мы уже собирались два раза недавно, второй раз. Вы весной собирались? Из три года назад. Да. Но в экране разбили. В Микинино, да? Ну, куда прибавиться? Да, этого, в Микинино. Ну и всем главам, которые говорят, я еще не слышал, что будем в Дмитриевском районе, а также участвовали в Школе, в Железнодорожном тоже, в Дмитриевском районе. Но проблема в том, что во многих местах негде ветеранов играли, вот ветеран, ну или пенсионер, он хочет играть до 10 вечера, до 9 вечера, они хотят спокойно зайти, спокойно мыть, без всяких согласований, без ничего, раньше это все было, но потом, когда все это решало в 90-х, наконец, все было в основном, как правило, такие хорошие помещения, они были в центре города, что-нибудь, на там, можно говорить, все что угодно, или что потом в коммерции. Выкупили, перепродали, и так далее, на сегодня это нужно, и старец, в общем-то, не знаю, где собираться, они дают два очка, и это еще, это проблема больше, она во всей стране, в Московской области еще, в общем-то, в плане, не происходит. Я видела, в парках прям садятся, но когда тепло, жарко, бывает лучше даже и в парки поедать, но когда мы говорим осень-зима, вот это, конечно, мы сейчас об этом с главами говорим, хотим мы это все вернуть. А кто будет оплачивать аренду тогда? Значит, аренду оплачивать мы будем совместно смотреть, как федерация, и так далее, мы будем просить наших специалистов, чтобы когда будут уже понятны, где, что, мы будем, куда, мы будем говорить. Конечно, по-моему, мы с вами работаем сами, мы будем на местах, но мы бросим город, какие-то там районы, чтобы помещение все-таки на уровне. А откуда у вас в федерации деньги? У них денег нет, денег нет, а у вас откуда-то? Вы знаете, у нас только, как говорится, денег всегда не хватает, как правило, всегда нет. Вот, но если есть хороший проект, нужный проект, мы тогда... Это же от шахмат, он не связан с шахматом? Не связан с шахматом, нет, конечно, только шахматом. Ну, проект я называю, допустим, отремонтировать старое здание, вот, поставить там инициативу, и дать ставку там тренеру, так же. Ага. Ничего. Вот это я называю проектом. Как клуб открыть, кружить, оплатить. Надо знать, какой бюджет там он будет, и на этот год мы будем просить спонсоров, чтобы, в общем-то, в этом бюджет. То есть без спонсоров вообще никак? Без спонсоров никак, потому что все, что связано с бюджетом, с мерзом, это сложно. Есть нормативы, даже если глава на муниципальном образовании хочет помочь, это не так просто. То есть это нужно заранее, за год вперед, дефланировать расходы, включать статьи расходов специально. А, это не имеет сложно. Поэтому вся работа, я считаю, в любой федерации спонсоров в России, это, конечно, спонсорское время. А, смотрите, проявилась какая-то связь с шахмой, с космосом. Да. Я знаю, что на Баконоре есть домик Королёва, то, значит, было принято, сам Королёв с Гагариным играл там перед полетом, было принято играть именно в шахматы, да? Ну, как сегодня вы сказали, ведущие, что в космосе космонавты играют в шахматы, даже в космосе. Да, говорят, потому что больше ничего другого нельзя было, да? Ну, наверное, там много чего есть, и сегодня. И все-таки, если попробовать так домыслить, домыслить, какая связь шахмат и космонавтик? Да. На шахмат, как мы говорили, космонавтика, она связана именно с наукой. Да. Но все-таки наука и шахматы тоже какой-то степень наука. Сокий интересный. Ну, или он комбинаций, или он вариантов. Ну, это тоже наука. И если говорить о, допустим, подготовке первого взряда, то, конечно, это наука. Я думаю, что, чтобы дойти до уровня ответственности, это нужно для изучить, заходить.